Всем привет! Сегодня рассмотрим видеорегистратор в форм-факторе зеркала SDOM PG16, который мне прислали китайцы. Стоит регистратор меньше 3,5 тысяч рублей, то есть ну прям совсем недорого. Поставляется он вот в такой упаковке, на ней почему-то даже характеристик нет, ну да ладно. Упаковано всё очень хорошо, зеркало защищённо мягкой вставкой, комплектация богатая, тут есть инструмент для прокладки кабеля и зажима для его фиксации, зарядное устройство с очень длинным кабелем и дополнительным USB-выходом для зарядки, например, смартфона или любого другого устройства током до 1 ампера. Камера заднего вида с креплением, microSD-карточка на 32 гигабайта, резинки для крепления на штатном зеркале, внешняя GPS-антенна, салфетки и защитная плёнка на экран, а также инструкция на английском языке. Ну а теперь о самом регистраторе. Он имеет привычный уже формат в виде накладки на салонное зеркало заднего вида. Сзади резиновые крючки для крепления комплектных резинок и основная камера на выдвижной площадке. Снизу единственная физическая кнопка – кнопка питания. Сверху порт-меню USB, видеовход для подключения дополнительной камеры, слот для карточки и гнездо для подключения внешней GPS-антенны. Почти всю лицевую панель занимает экран диагональю 11 дюймов, причём в отличие от многих конкурентов, лицевая панель имеет прямоугольную форму, а не форму трапеции. И экран тоже прямоугольный, но с закруглёнными углами. Управление у данной модели сенсорное, а вот настроек не так много. Они разбиты на два раздела. В первом – настройки записи видео. В частности, максимальное разрешение составляет 1296p. Тут же можно настроить длительность фрагментов, актировать запись звука и расширенный динамический диапазон. На второй вкладке – системные настройки, и отдельно радует, что можно включить русский язык. Остальных настроек вроде и много, но на самом деле ничего суперинтересного тут нет. Можно выбрать уровень громкости, настроить датчик удара, режим вывода изображения с основной депритной камеры, ну и всё такое прочее. Короче, чисто джентльменский набор, без каких-либо изысков. У меня штатный зеркало имеет выступ снизу посередине, на нём находится кнопка отключения автоматического затемнения. Но он совершенно не мешает. Достаточно выдвинуть блок основной камеры, и регистратор встаёт отлично. Теперь посмотрим на качество записи. Основная камера снимает в разрешении максимум 1296p, а заявленный угол обзора составляет 170 градусов. Собственно, даже при выборе Full HD разрешения мы получаем битрейт 12 Мбит в секунду, но качество, откровенно говоря, не очень высокое. Да, картинка яркая и контрастная, но детализация, скажем так, не очень. Номера разглядеть можно при удачном стечении обстоятельств, но у встречки на стоп-кадрах номер, скорее всего, будет немного смазан. Да и динамический диапазон не очень высокий, плюс регистратор боится контрового света. Дополнительная камера, на удивление, снимает в точно таком же разрешении, с тем же битрейтом, заявленный угол обзора 150 градусов, а реальное разрешение, конечно же, гораздо ниже. С номерами ситуация обстоит ещё хуже. Но, собственно, для камеры заднего вида это вполне ожидаемо и не так уж плохо. На самом деле, могло быть и хуже. Также нужно отметить, что GPS тут используется чисто для записи координат, о предупреждении о камерах можно даже не мечтать. Да и вообще, как таковых дополнительных функций тут нет. Ну, разве что дополнительную камеру можно использовать как парковочную, если вы подключитесь к фонарю заднего хода. На этом у меня всё. Своё мнение пишите в комментариях. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забудьте оценить его лайком или дизлайком. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.